Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем утро пятницы на канале Россия-1, Карачаева, Черкесия. Сегодня мы поговорим с вами в очередной раз о вреде курения. А еще познакомим вас с удивительной мастерицей, руки которой творят настоящие чудеса. Об этом сразу после прогноза погоды на нашем канале. Давайте узнаем, какой она будет сегодня, 24 сентября, в пятницу. В Карачаево-Черкесии облачно, дождь в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом, ночью и утром туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 4,9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 10-15 выше нуля, и в горах местами до плюс 9. В Черкесии временами дождь, ночью и утром туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. Ну что ж, мы продолжаем, и сейчас речь пойдет о вреде курения. Вообще, это очень актуальный и злободневный вопрос уже на протяжении 20-го и 21-го века. О вреде курения мы говорим очень много, но, тем не менее, курильщиков не становится меньше. Хотя, казалось бы, хорошо работает закон о запрете курения в общественных местах, ведется большая профилактическая работа в образовательных учреждениях, но табачное производство как работало, так и работает. Так вот, сегодня в очередной раз о вреде курения в нашем репортаже. Проблема курения в наше время становится все более актуальной. Количество курящих людей с каждым годом увеличивается. Среди курильщиков можно увидеть не только взрослых мужчин, но и женщин, девушек, детей. Эта привычка становится все более притягательной для людей. Курение воздействует на различные органы и системы. Наверное, не остается ни одного органа, ни одной системы в организме, которая бы не поражалась в результате курения. В первую очередь, это дыхательная система, респираторный тракт, ротовая полость, это сердце, сосуды. Курение очень часто может явиться причиной рака. Причем рака не только органов дыхания, легких, бронхов, ротовой полости, гортани, языка, но в том числе и других, казалось бы, отдаленных органов от органов дыхания. Это мочевой пузырь, это желудок, это почки. Доказана большая взаимосвязь развития онкологии вот этих вышеуказанных мной органов с курением. В 1948 году английские ученые провели исследование, в ходе которого выявилось, что как раз курение в 80% случаев приводит к появлению такой патологии, как рак легких. А еще стало ясно, что риск этой патологии повышается с числом выкуриваемых сигарет. А именно, человек, курящий по 25 сигарет в день, с большой вероятностью не доживет до 70 лет. Всемирная организация здравоохранения проводила исследование и ведет статистику по заболеваемости онкологии верхних дыхательных путей, ну и нижних дыхательных путей, органов дыхания, взаимосвязь с курением. И выявлено, что в более половины случаев заболевания онкологией легких, рака легких, причиной является именно курение. Существуют ярко выраженные признаки тяжелого заболевания. Трудности с дыханием, мокрота, скраплением крови, больно дышать, а кашлять еще больнее, отсутствие аппетита, повышенная усталость. Менее распространенные симптомы заболевания легких курильщика являются хриплый голос, затруднение при глотании даже воды, отечность лица и шеи, непрекращающаяся боль в грудной клетке или в правом боку под ребрами. Такие симптомы обычно бывают при новообразовании ткани легкого. Чутко на них реагируйте и обязательно обращайтесь к врачу при их появлении. Чем меньше стаж курения, тем более выраженный будет эффект от прекращения этого курения. Но даже многолетний, десятилетний, более десятков лет стаж курения, и человек прекращает курить, отмечается эффект уже в ближайшие месяцы, когда замечает, что стало меньше одышка, стало меньше кашлять, меньше выделяется мокрота и так далее. Поэтому, конечно, стараться бросать курить необходимо любому человеку с любым стажем курения на любом возрастном этапе жизни. Мифов о курении можно приводить много. Еще один касается беременных женщин. Мол, курила, когда носила первенцы, и ничего, второго тоже выношу здорового. То, что касается беременной женщины, вредное влияние курения на развивающийся плод, очень трудно переоценить. Он стоит вровень с такими временем факторами, как ионизирующее излучение, тяжелое инфекционное поражение, алкоголь, наркотики. То есть это все повреждающие, так называемые повреждающие факторы. В зависимости от длительности воздействия, от времени воздействия, от срока беременности, от индивидуальных особенностей самой женщины и формирующейся у нее фетоплацентарной системы могут оказывать в той или иной степени более или менее тяжелые повреждения. Курение обоих супругов до зачатия может повреждать половые клетки и того, и другого партнера и приводить к развитию ребенка уже заведомо порочному. Если повреждающие факторы действуют в ранние сроки, то есть когда только начинается деление клеток, чаще всего это приводит к гибели эмбриона или возникновению замерзшей беременности или выкидышу. То есть на этих сроках, до примерно третьей недели беременности, все повреждающие факторы, в том числе и курение, действуют по принципу «все или ничего». То есть либо эмбрион погибает, либо он дальше развивается нормально. Дети заядлых курильщиков плохо адаптируются в детском саду. Они вечно болеют и капризничают. В школьном возрасте ситуация только ухудшается. Дети, растущие под домовой завесой, не могут сконцентрироваться и собраться. Они плохо запоминают информацию и медленно читают. Им сложно сформулировать и четко выразить собственные мысли. В результате слабое здоровье, плохая успеваемость, нервозность и вялость. Большинство детей, находящихся в семьях, где курят родители, где курит кто-то из взрослых, являются пассивными курильщиками. И когда мы говорим о том, что у ребенка есть те или иные проблемы со здоровьем, те или иные проблемы с желудочно-кишечным трактом, мы не учитываем то, что он находится постоянно в среде курящих. То есть он является пассивным курильщиком. Его родители, его близкие нарушают его права. Его права как ребенка, его права как пациента. Ребенок сам выйти из помещения не может, сам построить, так скажем, своих родителей, своих близких не может. Он принимает это как должное. А родители не уделяют внимания тому, что ребенок вдыхает дым сигаретный, и он на него воздействует гораздо хуже, чем на взрослого человека. Потому что организм ребенка не зрел, потому что функции его еще не зрелы, потому что он продолжает расти и развиваться. И когда он станет взрослым, и когда в его здоровье возникнут различные проблемы, будет звучать вопрос. Вот я веду здоровый образ жизни, потому что многие молодые люди сейчас ведут достаточно здоровый образ жизни. Они не курят, они не употребляют спиртное, они занимаются спортом, и при этом у них возникают какие-то проблемы со здоровьем, достаточно значимые. У меня же нет вредных привычек. Почему со мной происходит так? Чаще всего в семье, где курят родители, начинает курить и ребенок. Ребенок оправдывает себя тем, что он не хуже старших, ведь его родители курят, почему ему нельзя? К сожалению, в большинстве случаев нерадивые родители и не замечают пагубного пристрастия их ребенка. А бывает и так, что они просто не хотят замечать этого. Хотелось бы попросить, конечно, всех взрослых, пап, мам, бабушек, дедушек, близких людей, вхожих в семью, пожалуйста, если вы продолжаете курить, лучше, конечно, с этим дурной привычкой расстаться. Но если вы себе это не можете добиться у себя, отмены этой привычки, попросить, не курите, пожалуйста, в присутствии детей. Не делайте их, пожалуйста, пассивными курильщиками. Не показывайте им, пожалуйста, пример того, как должна строиться повседневная жизнь. Покажите им лучший пример здоровой жизни. Нормальное питание, нормальные физические нагрузки, адекватный отдых и отсутствие вредных привычек. Согласно статистическим данным, одна выкуренная сигарета укорачивает человеческую жизнь на 10 минут. Сложно представить, насколько недель, месяцев и лет сокращают свое существование курильщики табака. Причиной повышенной смертности у таких людей является негативное воздействие табачного дыма на работу сердца, а риск заболевания болезнями сердечно-сосудистой системы в 3-4 раза выше по сравнению с некурящими. Наверное, сегодня уже каждый ребенок прекрасно знает, что курить – это плохо и вредно. Благодаря целенаправленной и масштабной антитабачной компании курильщиков в мире медленно, но становится меньше. Все же остается огромное количество людей, почитающих и лелеющих собственную смертельную привычку и не желающих с ней расставаться. Друзья, как много в Карачаево-Черкесии талантливых людей, музыканты, поэты, танцоры, певцы. А сколько прелестных рукодельниц живет в нашей республике! Вот об одной из них сегодня мы и расскажем в нашей утренней программе. Попадая в гости к Нонне Харатоковой, сразу понимаешь, здесь живет творческий человек. Ее квартира более всего напоминает музей, ну или выставочный зал. Везде, на полу, на диване, на стенах, поделки, сделанные руками хозяйки. Вот эта пернатая красавица – одна из первых ее работ. Потом появился вот такой уютный коврик. Ходить по нему – одно удовольствие. Это обычная техника вязания крючком. Обычные столбики вот в данном детский коврик, который я вяжу. И самые простые столбики без накида. А нитки я использую в нашей Карачаево-Черкесии. Есть прекрасные нитки карачаевские. Они очень прочные, у них очень сочные цвета. И я приобретаю здесь. Я использую наши местные нитки. И вот вяжу такую вот красоту для деток маленьких. Детский коврик прикроватный. Год назад наша героиня увлеклась новой техникой – подделками из джута. Точнее, одному из современных видов искусства под названием джутовая филигрань. Джут – это нить натурального волокна. Филигрань – ажурный узор. Это природный материал – джут. Он очень приятный к рукам. Да, он прям вот хочется и хочется его трогать. Он очень прочный, красивый и недорогой. В изделии он очень красиво смотрится. Когда первый раз я увидела в Instagram корзинку плетеную из джута, она мне настолько понравилась. Вот, собственно, все и началось с этого. Я решила попробовать, потому что мне очень ее хотелось. Вот, я решила попробовать. Я раньше не вязала, вообще крючком не вязала. Вот, и я попробовала, и у меня получилось. Джут – волшебный материал. Из него можно сделать практически все. Предметы интерьера, ковры, сумки, шляпки, женские украшения. Кроме того, подделки из этого материала хорошо держат форму. Поэтому нить идеально подходит для крупных объемных изделий. Вот эту корзину я вяжу, это на заказ. Корзина для белья или для игрушек можно. Она будет достаточно высокая. Ну, здесь придется постараться, может быть, недели-твез. Джут, он не такой, как, допустим, пряжа мягкая, и он достаточно суровый, и поэтому быстро его не получается вязать. Единственный недостаток джута – жесткость нити, которая в процессе вязания может раздражать кожу рук. Мозоли набиваются. Ух ты! Очень тяжело да, Я так довязываю, конечно, все до конца, доделываю. Она получается моей любимой вещью. А потом я отодвигаю и думаю, наверное, я уже не вернусь к нему через какое-то время. Время проходит, и я начинаю скучать. Мне надо потрогать, потискать, и я начинаю следующую вещь. Вот у меня после вот той картинки был большой перерывчик, а теперь здесь и заказ как раз, и я прям обрадовалась. Я когда взяла крючок в руки, я прям обрадовалась, честно признаться. Вот видите, он тяжеловато идет, но неприятно. Движение за движением, петелька за петелькой, и получается настоящее произведение искусства. Изделия, связанные с джута, выглядят очень стильно и вписываются в современные концепции оформления интерьера. Они удивительно красивы. Их фактура и цвет обладают своеобразным обаянием. Каждый раз, выбирая подарок на дне рождения, я всегда ломала голову, что подарить. Хотела, чтобы этот подарок был необыкновенный, такой, нетрадиционный. Кажется, я нашла решение. Изделие из джута. У меня вообще нет проблем с подарками на дне рождения. На любой повод у меня вообще нет проблем. И многие из моих родственников, они уже знают, что если я приду, то я принесу изделие, сделанное своими руками. Радуются? Мне радуются, очень радуются и благодарят, мне всегда благодарят от души. А когда заходите вы в гости к тем же родственникам и смотрите, стоит на видном месте ваш подарок, который сделали вы, что испытываете? Конечно, мне очень приятно. Еще, если он вот прям в деле, не просто стоит где-то на полочке, корзинка или что-либо, а именно ей находят применение, потому что джут, он ведь и в ванной, он не боится сырости, он не блесневеет, это вот экологически чистый такой материал, который просто он великолепен, я не знаю, его можно использовать на что хотите. У меня были работы, я хлебницу плела из джута, туда можно положить хлеб и он хранится, ну как, не засухнет? Он, ну, может быть, чуть-чуть подсыхает, если, но, в принципе, дышит, дышит и экологически чисто, и поэтому и красиво. Если вы хотите, например, продать то, что вы сделали, как вы решаете этот вопрос? Изначально получилось так, что я на подарок, я на подарок сделала детский коврик, я на подарок сделала корзинку, у меня здесь много друзей, родственников, подруг, вот, потом я создала свою страничку в инстаграм, в ватсапе. Разговаривая с нашей героиней, я с удивлением узнала, что Нона пенсионерка. Глядя на нее, этого не скажешь, согласитесь? Наверное, она знает какой-нибудь секрет молодости. Особого секрета нет, вот, просто мне, я занимаюсь тем, что мне очень нравится, это дает мне огромные силы, огромную энергию, потому что я когда сделаю своими руками, это, в общем, праздник для души получается, да? Да, я когда сделаю что-то своими руками, любую вещь, я прям радуюсь, и я прям горда собой, что у меня это получилось, и... В общем, получается, пенсия, это не конец жизни? Нет, пенсия, это только начало жизни, я вам скажу, что пенсия, это только начало жизни, я бы, я вообще считаю, что пенсия, это круто, просто круто, когда есть время, когда дети уже подросли, все стали самостоятельны, и вот куча времени, когда ты можешь это время уделить себе. То есть заниматься тем, что ты хочешь, да? Да, я всегда что-то выискиваю, я пробую и вышивка, и вот работы, плетение, и один материал, и другой материал, в проекте у меня полиэфирный шнур, ковры, прекрасные ковры, но пока я вот ограничилась нашей карачаевской пряжей и джутом. В общем, хорошо быть творческим человеком, всегда есть чем заняться. Я всегда хотела чем-то заниматься, вот таким, для души, рукоделием, мне всегда это нравилось, по молодости я вязала спицами, но потом был большой перерыв, как всегда, нам всем некогда, не хватает времени на то, что для души. Вот, когда я вышла на пенсию, и я вот наткнулась на эту корзинку, и все пошло и поехало. Теперь я это делаю с удовольствием огромным, я вяжу, что-то все время выискиваю, нахожу, и мне все нравится, я все пробую, все, что красиво, я все пробую. И это тем более удивительно, что по профессии наша героиня кондитер, А еще раньше она работала стюардессой на пассажирских лайнерах. Да, был такой момент, когда я работала, я была за границей, повидала много стран, очень интересно на тот момент было. Вот, что я... Никогда не могла понять, вот, которые соглашаются плыть на этом океанском лайнере, а вдруг утонет, а шторм, вам не страшно было? Нет, не было не страшно, а качка? И качка, я переносила очень даже хорошо. А у вас была возможность, вот вы побывали в Китае, в Японии, да, а у вас была возможность посмотреть на эти страны, сойти на берег, погулять, посмотреть, или просто забыли порт и ухали обратно? Да, у нас была небольшая возможность посмотреть какие-то достопримечательности в городах, в портах, куда мы заходили. Вот, это было очень интересно, все было такое красивое и все было в новизну, это было как небольшое приключение. А домой хотелось побыстрее вернуться? Конечно, хотелось, домой всегда, потому что дом есть дом. Ну, это как всегда, где бы ни было хорошо, дома все-таки мне кажется лучше, да, отнестины? Тем более, наша Карачаева-Черкесия, у нас прекрасная природа, у нас горы, это просто что-то невообразимое, у нас реки, чистейшая вода, чистейший воздух горный, я не знаю, что может быть прекрасней. А люди какие, люди гостеприимные, просто отпущены. Вот многие уезжают, да, уезжают в Россию, там, или еще куда-нибудь за границу, за лучшей долей, а все равно-то их на родину тянет, потому что таких людей, как у нас, в республике, нету больше. Ну, есть, конечно, всякие, но тем не менее, большинство, посмотрите, если беда случилась, помогут. Помощь нужна? Помогут. Домой придешь, в гости, все, что у тебя есть, на стол поставят, и встретят, и проводят, потому что, ну, где ты такое встретишь сейчас? Мне кажется, мало где, да? В России, поэтому я здесь, я дома, я у себя дома, и я нашла для себя прекрасное занятие для души, и я счастлива. Ну, спасибо вам за интересный рассказ, я думаю, многие зрители наши, глядя на ваши работы, последуют вашему примеру, вам, конечно, творческих удач. Что ж, на сегодня это все, я с вами не прощаюсь, а жду вас вечером в 17.15, присоединяйтесь непременно, будет интересно, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok